Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в гостях у Эль Курита. Они уже очень долгое время, кто следит за моим телеграммом, об этом знает, угощают меня разнообразными вкусняшками собственного приготовления. И вот я напросился в гости посмотреть, как они выращивают своих курочек. Ну и заодно расскажут, чем их продукция отличается от другой. Конкуренция большая, поэтому я думаю, это будет важно. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Инна. Ну, пойдемте, я вам покажу наших цыплят, самых маленьких. Им сейчас 6 дней. Ребят, вот наши цыплята. Им, как я уже сказала, 6 дней. У них своя здесь температура, своя атмосфера, влажность должна быть определенная. Мы за ними следим. Пока они маленькие, следим прям каждые полчаса, потому что сейчас они самые, так сказать, уязвимые. Потом, когда они чуть подрастают, уже как бы проще с ними становится. У них меняется корм. Мы корм делаем сами для уже подросшей птицы. Используем зерно, жмых подсолнечника, подсолнечное масло. И, в принципе, эти мы отличаемся от других фермеров тем, что мы делаем корм сами. Полностью натуральный. А это уже наши подросшие курита. Их мы начнем резать в середине августа. Вот они такие уже большие, с перышками белыми. Вот у них как раз сейчас наш собственного производства корм. Они питаются зерном, кукурузой, ячменем, пшеницей, жмыхом подсолнечника и подсолнечным маслом. А еще наше отличие в том, что после резки мы никак не обрабатываем кур ни в хлорке, ни в каких других растворах специальных. То есть просто курица зарезается, моется обычной водой и, соответственно, уже фасуется. То есть вы можете спокойно давать ее детям. Можно есть кожу. В ней не будет никаких химических веществ. То есть это полностью натуральная продукция. Самое интересное, что я об этом даже и не задумывался. И как и многие, думаю, мои подписчики, что после резки курицу могут захвореливать. А это вот так происходит, что она дольше хранилась. Если видео посмотрите в интернете, что с ними там делают, у вас вообще волосы дыбом станут. А еще у нас очень большой выбор полуфабрикатов, которые мы тоже делаем сами. Биштексы у нас есть с сыром внутри в хрустящей панировке. Котлеты у нас есть. Вареники с разными начинками, с картошкой, с творогом, с адыгейским сыром. С фаршем, с сыром и зеленью. Есть пельмени. И для детишек вот такие вот маленькие, мини, стандартные есть. Блинчики мы делаем тоже с разными начинками. С фаршем, с сыром, с ветчиной, с сыром, с творогом, с бананом и шоколадом. Сладкие вещи делаем для малышей. Вот, допустим, сырники. Есть классические. Есть с шоколадом и орешками. И, конечно, чебуреки тоже с разнообразными начинками. Ну, вот это стандартная свинина-говядина. Есть с говядиной, с ветчиной, с сыром, с сыром, с фаршем и зеленью. То есть очень большой выбор. Так что, если вы хотите питаться натуральной и вкусной продукцией, то добро пожаловать. Друзья, теперь я могу рассказать вам немножко, что я пробовал. Пробовал вареники. Вкусно, интересно. Пельмешки вообще очень зашли. Блинчики. У меня дочка ожидала, что она будет банан-шоколад съедать. Но она съела все мои блинчики, которые были ветчина-сы. Прям очень понравились ей. И вкуснейшие сырники. Чебуреки я одни спалил. Потом как бы научился их жарить правильно. И дело пошло тоже. Очень вкусно. Также, ребята, меня угощали разными колбасками. Колбасы нестандартные по вкусу. Потому что таких я никогда, в принципе, не пробовал. Так что советую. Ну, координаты все будут под видео. А сейчас мы будем кое-что пробовать. Здесь у нас приготовленные курито с картошечкой. Вы ели хоть раз курито без консервантов всяких? Наверное, нужно мужчина, потому что это тяжелая. Так, наверное, нам нужен мужчина. Как на нашей имени испекли мы курито. А еще у нас угощает кукурузка и фермерскими овощами. Прям все тебе. И домашний майонез. Вот, кстати, майонез я тоже ел. О, целую банку мне давали. Было очень вкусно. Я майонез не ем, но ваш ел. Кошь ты ел? Подходите сами, что какая часть вам нравится, рвите ее, любая. А ну, давайте. Нет, просто, ну, действительно. Я же не знаю, что... Как ты хотел там курица? Ну, покажи. Все, а тебе только картошка. Вдруг ты опять в грязи утонешь. Важный момент, что мы не обрабатываем кур и не опаливаем их. У нас есть специальная перосъемная машинка, поэтому в коже не остаются пеньки. То есть можно ее спокойно есть. Они плавятся, эти пеньки, когда вы опаливаете. Ну, это не очень, как бы, и неприятно, и не очень экологично, будем так говорить. В шкурку вы кушаете спокойно, да, специальная перосъемная машина, она полностью снимает перо, и, как бы, кожа чистая. Крутяк. Но я-то ела деревенцам. Но это не несушки. Все вот, у нас очень многие клиенты, они нам начинают говорить про, типа, деревенская курица, ее варить 4 часа и так далее и тому подобное. Но это не несушка, это именно бройлер. Вот он приготовился меньше, чем за час. То есть это получается, что развенчивание мифов всех идет? Да, ну, деревенская, она, типа, долго варится, ее только... Она жирнее. Она жирнее. Да, конечно. Несушка, вы получаете с несушкой? Да, да, несушка, она, она, во-первых, очень худенькая такая, костлявая, из нее делают холодец, из нее наваристый суп делают. Она очень жирная, ее нужно очень долго готовить. А если с ней делать суп? Суп отлично, а холодец, ну, не знаю, штук 4, наверное, надо, да? То есть так просто, ну, жира столько не будет, навара. Но суп очень вкусный, у нас деткам берут даже просто суповые наборы, варят именно вот супчик. То есть не суповые наборы? Да, да, суповые наборы, мы всю разделку продаем. Крылья, филе, бедро, можно укорок целый, можно бедро и голень, допустим. То есть все, ну, все потроха, сердечки, желудки, печень, все это у нас тоже как бы продается. То есть помимо того, что можно купить целиком? Целиком, да. Ничего страшного. Ее, да, можно купить ту часть, которая вам нравится. У нас есть клиенты, которые берут только в селе. Вот 20 килограмм одного в селе каждую партию. То есть мы берем там, сколько получается, 40 кур, нарезаем вот так, не, даже больше, наверное, кур 50 получается. Не, больше. А вы доставляете или по-моему? Да, мы доставляем, но у нас сейчас мы вот со следующей партией немножко поменяли условия. Если раньше мы развозили прямо срезки кур, то есть мы утром резали и вечером развозили, то есть она была теплая еще фактически. То все, сейчас мы будем развозить только на следующий день. Мы ее будем смораживать, она будет примороженная и потом только доставлять. Кто хочет теплую, вот прям из-под ножа из серии, пожалуйста, они могут приехать к нам, да, и забрать сами. Мы больше так не будем, потому что у нас очень много адресов, ну и как бы это небезопасно с точки зрения ее свежести. Потому что у нас курица, вот когда говорят, типа в магазине вот охлажденная. Охлажденная в магазине, это значит ее привезли замороженную в лед, они ее разморозили, выложили, и вот это как бы у них охлажденка. У нас охлажденка, ну это вот прямо вчера из серии зарезанная, да, и сегодня она, то есть чуть-чуть будет примороженная. Но вот мы решили их примораживать, потому что очень жарко, адресов много как бы. В Анапу тоже и будет. Анапа, Новороссийск, все, что между Анапой и Новороссийском, да, это мы все возим. Майонез просто кушка, да? Да. Видите, он сразу начинает засыхать, как бы, вот это за счет того, что он натуральный. У него срок годности всего 7 дней. Может он. Да. А у колбасы у нашей 2 недели. Где можно? Про колбасу вот сейчас можно рассказать, расскажи, какие варианты есть колбасы. Колбасы мы разные делаем, мы делаем краковскую, московскую, мы делаем ветчину, мы делаем колбасу. Колбасу охотничью, там будет и свинина, и говядина, делаем чисто говяжью колбасу. Куриные рулеты мы делаем. Ну, то есть, кто что любит, в принципе, я думаю, он найдет для себя какое-то блюдо, которое ему точно понравится. А как попасть на вашу колбасу? Я вот это очень не понял. Ой, это очень... Это рулетка из серии. Нет, они сегодня просыпают, говорят, а что нам не сделать колбасы? Мы набираем заказы. Как только у нас набирается хотя бы там 8-10 палок каждой колбасы, мы начинаем ее делать. Колбаса делается, ну, дня 4-5. Вот. Все, мы сделали колбасу, но мы делаем всегда с запасом. Вот 10 палок заказано, мы делаем 20. Мы выкладываем, что у нас есть лишние палочки. И обычно в течение там 2-3 дней у нас их тоже разбирают. Поэтому если вы увидели, допустим, 4 дня назад пост о том, что у нас есть колбаса, скорее всего, ее уже нету. То есть, да, это нужно в моменте как бы брать. И все. Поэтому очень многое зависит, допустим, вот свиную колбасу. Мы покупаем свинину, когда они режут. Поэтому если вот они не режут, вот что-то у них случилось, они в ближайшие там неделю не будут резать. Мы, соответственно, тоже колбасу не сможем сделать, потому что нам нужна именно эта свинина. То есть это не мороженое мясо? Нет, нет, нам привозят прямо с резки тушку. Да. У нас есть дети, получается, то у вас ВКонтакте или где можно найти? У нас есть Телеграм-канал, у нас есть Инстаграм, но он плохо работает у меня, поэтому лучше в Телеграме. Ну и да, вот в принципе. Для Новороссийска у нас есть вообще в WhatsApp отдельная группа. Они там все заказы, да, они там спрашивают, когда доставка. То есть мы с ними там общаемся. С Ановчанами больше в Телеграме, конечно. Доставка от какой суммы? Есть у вас такого? Нет. Нет такого? Единственное, мы для Новороссийска возим целенаправленно. То есть там человек, ну не знаю, там 10-20, когда заказывают, тогда мы везем. Если там 1-2 человека закажут, то мы ждем, когда другие дозакажут. Ну обычно мы привозим им много, они заказывают там 4 килограмма таких пельменей, 2 килограмма таких вареников, 2 таких, 2 таких, 5 пачек таких блинчиков, сырники такие килограмм, такие чебуреки, такие-такие-такие. Это все заказывает один человек на семью. И понятно, что им хватает этого на месяц, допустим. Мы вот возим там 2-3 раза в месяц, ну вот у нас сколько, там человек 50, наверное, в этой группе. Вот они там 15-20 человек заказывают, через 2 недели опять 15-20 человек заказывают. они прям реально втариваются они кур берут много мы в Новороссийскую в районе 100 кур везем 100 кур зарезали и все отвезли они пока это едят до следующей партии потом мы опять им готовим из разряда попробовал эту курицу попробовал магазинную они уже все после нашей они уже магазинную не едят были да мы когда переезжали был очень большой такой пробел в партиях потому что мы меняли ферму мы были в другом месте и у нас месяца 3-4 не было цыплят а клиенты то есть хотят и они мне потом писали мы попробовали в другом месте тоже фермерскую вообще говорит небо и земля когда уже вы курита привезете я говорю ну подожди в основном конечно берут детям берут кто там приверженец здорового питания кому важно есть не абы что а вот именно натуральное и они готовы теперь уже ждать потому что они даже попробовав у других говорят что о нет все таки ваше лучше мы подождем мы будем сидеть голодать ну вот вы попробовали свои отзывы дайте как там курица очень вкусно я вот кстати не люблю например вот что такое жирное как картошку курицу обычно не ем но здесь прям о чем вкусно другой жир совершенно нет ну и курица она не жирная правильно выглядит как телевизор нет нет здесь такого нет здесь нет такого желтого вот такого прослоя как жирный это цыпленок насочная это цыпленок вот смотрите деревенская курица несушку ее до 2-3 лет не режут она же несет яйца зачем ее резать ну есть конечно мясо яичные породы но в основном их все равно минимум два года выращивают и где-то только в 2 года ее зарезают к этому времени у нее очень жесткое мясо прям вот ну такое уже старая мышца здесь та молоденькая это фактически цыпленок ну да либо варить ее да 3-4 часа но все равно мясо будет другое по структуре здесь она мягкая и такое вот прям нежное да 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 и как бы вот наша курица она практически не теряет вес при приготовлении то есть магазинная она очень много воды или там ну да говорят даже что типа влагоудерживающий гель специальный есть они напичкивают курица прям раздувается серии с 2 килограмм 3 получается 3,5 а когда вы начинаете ее жарить эти 3 да эти килограмм-полтора они ну это же гель просто он просто испаряется и все и вот он испаряется как бы у вас на выходе получается там те же 2 килограмма с нашей так не происходит но она теряет может процентов 10 ну за счет того что сок выходит и все а так вот вы положили 2 килограмма 1,9 кг у вас будет мясо на выходе у вас получается самая востребованная это курица да или нет или не знаете не знаю мне кажется у нас и полуфабрикаты берут кто попробовал кур они потом начинают полуфабрикаты брать потом они уже начинают прям подсаживаться уже кто-то пишет что о мне нечем завтракать где блинчики где сырники и нам ну сырники очень просто да ну вот и вот самое мне больше что понравилось когда вот блинчики приехали ко мне мы уже ожидали что доча будет есть шоколад-банан она съела ветчина сыр а ветчина сыр это наша собственная ветчина то есть мы ветчину делаем сами мы не покупаем магазинную мы сначала делаем ветчину в том числе на продажу и себе там 2-3 палки оставляем большие самые для вот мы делаем чебреки ветчина сыр мы делаем блинчики ветчина сыр и даже вот вареники да поэтому я очень хорошо да да я знаю почему не понравилось с бананом и шоколадом потому что там горький шоколад и вот это сочетание горького шоколада с бананом видимо ей по-моему сырники понравились шоколадка она удивилась вот потому что там молочный шоколад он сладкий и она сынки были вообще великолепные да я думаю нам еще вас чуть нет как вообще вас найти как подписаться то есть алгоритм действий да кому интересна наша продукция мы доставляем практически каждый день в Анапу и 2-3 раза в месяц в Новороссийск централизованно так сказать мы есть в Телеграм Юра выложит да ссылку на нас также есть Инстаграм но он так не очень хорошо работает потому что он у меня плохой интернет я не всегда могу выйти туда а в Телеграм я все выкладываю что у нас есть в наличии когда у нас следующие резки когда у нас пришла новая партия то есть вся информация ну касательно нашей фирмы она всегда есть в Телеграме поэтому кому интересно туда подписывайтесь и там уже можно добавляйтесь пробуйте и самое интересное было бы если бы эти люди кто ест мы уже вот подписались да ваших подписчиков очень много наших клиентов напишите да отзыв мы вот приехали вам показали как поращиваются курочки не все не так возможно допустим сами прокатиться хотя думают все кто захотят могут очень много наших клиентов уже к нам приезжают им нравится тут тусить у нас они тоже груши едят ходят черешни собирают не вы одни такие были в общем благодарим за то что пригласили накормили москвичи довольны? очень да шикарно шикарно что-то она ушла вообще от себя как в детстве наконец-то она поела нормально нормально поела первый раз за три дня не только зрелище но и еда да еще поспать можем положить да и в Москву уже не хочется всем пока-пока опуск продолжает до свидания